МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Среда 2 марта на календаре в эфире ПАДИИ на телеканале ЛОД в студии Юлия Бетимерова. Сегодня в выпуске. Шевченковскому университету 95. Как реформируют систему образования на Луганщине? А теперь подробнее. 1 марта террористы продолжили мощные обстрелы позиций украинских военных в Луганской области. Из оккупированного Первомайска боевики стреляли по позициям 59-й бригады в районе Попасной и окрестностям Новотроицкого. Жертв и разрушений нет. Из стрелкового оружия и гранатометов обстреляли опорные пункты наших военных в районе Трехизбинки. Информация о пострадавших не поступала. Об этом сообщил руководитель Луганской области Георгий Тука. Цитата. С каждым днем обстрелы на Луганщине, к сожалению, только усиливаются. Обострение ситуации в регионе сводит на нет любые обещания террористов по минским договоренностям. Конец цитаты. По сообщению пресс-центра штаба АТО обстрелы российскими боевиками позиции вооруженных сил Украины не прекращаются. В ответ на обстрелы оккупантов украинские воины открывали огонь из стрелкового оружия. Зафиксировано 47 обстрелов. 29 на Донецькому напрямку, 15 на Маріупольскому та 3 на Луганському. На Слідодарской дузе ворог обстрелял наши опорные пункты в Майорску з мінометів 82-го калібру, в Зайцевому та Новгородскому з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Неподалік тимчасово окуповано Донецька. В черговий раз були обстреляні з різних видів зброї українських позиций в Опитному, Пісках та Авдіївці. Неспокійна була ситуація в районі Мар'їнки та Красногорівки. Президент Петр Порошенко підписав указ о награжденній державними наградами України. За личне мужество, верність воєнні присяги і професіоналізм 76 участників антитеррористичної операції в Луганській і Донецькій областях награждені орденами Богдана Хмельницького за мужество. Из них 28 чоловік посмертно. Президент України також підписав закон о внесенні змінень в Уголовний кодекс по усовершенствованию защиты професіональної деятельності журналистів. В його статьях устраняються недостатки действовавших норм. В частности, предусмотрена уголовна ответственность за препятствования професіональної деятельності журналистів. Новий закон совершенствує законодательну базу относительно защиты деятельності журналистів. Одним із новшеств є то, що предусматривається уголовна ответственность за незаконне з'яття матеріалів і средств, які журналисты використовують в своїй деятельності. Луганському національному университету ім. Тараса Шевченка исполнилось 95 років. Після переезду в Старобельск із оккупированного Луганська университет остається лідером высшого образования в регіоне. Сьогодні здесь обучаються около 10 тисяч студентів. Як живет университет в нових условіх і що планирує адміністрація для розвития вуза, узнавала Наталья Войнова. 95 років з дня основання Луганський національний университет ім. Тараса Шевченка отмечає в евакуації. Але, як утверджає адміністрація, стены не головне, тому що обучення і научно-исследовательська деятельність продовжуються благодаря преподавателям і студентам, які согласились переехати. За почти векову історію – це третій вынуждений переїзд учебного заведення. Предыдущі переїзди происходили во время Второї мирової війни, а год назад вуз переехав із оккупированного Луганська в Старобельск. Несколько факультетів розместились в Рубежном, Кременной і Полтаві. Частично в вузі применяють дистанціонну форму обучення. Председатель наблюдательного совета вуза Виталий Курила рассказал, що в нових условіх университет живет полноценной жизнью. Ректор Сергій Савченко говорит, що найбільшу цінность для вуза представляють люди-патриоты. Годовщину основання вуза отпраздновали в местному дворце культуры. На концерте, підготовленому студентами, був і губернатор області Георгий Тука. Він вручил грамоти від обласної адміністрації і поблагодарюв студентів, які готові жити і працювати на благо своєї малої родини. Єдиний шанс зробити прорив на Луганщині – це інтелектуальний, саме інтелектуальний прорив. Виникла ідея, яку я підтримую з першого тільки з секунди, яку вона пролумала. Створити у нас на Луганщині потужний університетський центр на кшталт сучасних американських средств. З боку світового банку я вже отримав усне погодження. По словам Георгия Туки, создання мощного учебного центра привлечет в регіон більше інтелектуальній молодежі. А значить, область получит второй шанс на развитие. Наталья Войнова, Ілія Трофимов, Падії. Создати більше ста летніх лагерей по изучению іностранних языков, восстановити учебне заведення, пострадавши в результаті боєвих действий, і провести переаттестацию всіх школ і училищ – це лише частина приоритетних направлі, по яким будуть реформувати систему школьного образування. Растить патриотів не мені важливо, ніж внедрять інновацію, укріпляти матеріальну базу школ. Об цьому говорили на колегі Департамента образування і науки Луганської Білгосадміністрації. На окупованій території Луганської області саме викладачів змушують спотворювати історичне минуле і надавати дітям неправдиву інформацію. Тому сьогодні ваше завдання подвоюється. Сьогодні діти повинні чути історичну правду про минуле, сьогодення і майбутнє. К началу нового учебного року на Луганщині создадуть образовательні округи. В них обязательно будуть опорні школи. На їх становлення привлікуть деньги Євросоюзу. Саме на ці проєкти будуть даватися гранти. Гранти від 3 мільйонів гривень. На що вони будуть спрямовувати? На те, щоб школу, яка опорна, відремонтувати, обладнати, придбати автобус, який буде довозити дітей до цієї опорної школи. По распоряженню правительства Госрезерв України передаст Луганской благосадминистрації матеріальні цінності медицинського назначення на 1,3 мільйона гривень. Безвозмездную помощь із 379 наименований направят лечебные учреждения Луганской області. После подписання договора с Луганской благосадминистрацією все выдаду в течение одного дня, сообщив председатель Госрезерва Вадим Масичук. І це не вся інформація, підготовлення нашими корреспондентами. Далі в пускі ви знаєте тако. Незаконний ДНР видають повістки на железнодорожному вокзалі. Сватовський режиссер Евгений Дзюба презентовав землякам фільм об українській повстанчій армії. Террористы незаконний ДНР видають повістки в военкомат прямо на железнодорожному вокзалі. На оккупированной территории Луганской області боєвики оставили людей без медицинської помощи, а в Луганскі псевдосиловики ЛНРи задержали школьников, которые пели гимн Україны. Подробно об этом в нашем традиційному обзоре. Боєвики начали раздавать повістки прямо на железнодорожному вокзалі. Так, 29 февраля между фейковими ДНР і ЛНР гордо запустили первый пассажирський поїзд «Луганське-Синоватое». В торжественный день оказалось, что пассажиров этого маршрута проверяют по базе и вручають повістки, об этом пишет інформатор. Так, жительница оккупированной территории Татьяна Фомина написала в соцсетях, что для ее брата поездка по новому маршруту обернулась неприятным сюрпризом. После проверки билета донецкие боєвики вручили мужчине повістку в военкомат. Террористы уже не знают, как заманить местних жителей воевать. Добровольцев давно нет. Теперь для этого боєвики запускают поезда. В оккупированных боєвиками районах Луганщины нет медицинской помощи и не работают фельдшерско-акушерские пункты. Сепратийская власть ЛНР объясняет эту проблему отсутствием персонала, но решать ее не спешит. Об этом сообщил в соцсети лидер правого дела Дмитрий Снегирев, пишет «Луганский радар». По его информации, в селе Пришип, население которого составляет 443 человека, фельдшерско-акушерский пункт не работает. Такая же ситуация в селах Долгая, Знаменка и Красный лиман. Местным жителям вообще негде получить медицинскую помощь. В экстренной ситуации обращаться им некуда. Самозваная власть говорит, что нет персонала. И это неудивительно. Задолженность по выплатам заработной платы заставляет медработников искать другой заработок. А то, что люди остались один на один со своими проблемами, и даже скорые туда отказываются ездить, боевиков не интересует. Они продолжают издеваться над местным населением. Устали от боевиков и хотят в Украину. Люди на оккупированной территории не хотят жить с террористами и стараются это показывать в патриотических граффити, наклейках с украинской символикой и рисунками. А теперь и вовсе стали петь в общественных местах гимн Украины. Так, псевдосиловики Луганского недогосударства задержали школьников за то, что они пели гимн Украины. Об этом пишет информатор. Со слов очевидцев, произошло это в торговом центре оккупированного Луганска Южноград. Школьники скандировали «Слава Украине», а потом спели гимн. Псевдоправоохранители устроили захват центра, оцепили его и вывели оттуда подростков. Родителям их вернули только под расписку. Естественно, провели долгие разъяснительные беседы с угрозами. А для своих карманных СМИ произошедшее в торговом центре выдали за учебную операцию по освобождению заложников. Украинские патриоты – заложники боевиков, несмотря на это, продолжают свою деятельность. Заседание суда по иску о восстановлении в должности городского головы Северодонецка Валентина Казакова не состоялось. Судья городского суда Игорь Юзефович перенес рассмотрение дела, пояснив это решение нехваткой судей и большой нагрузкой на каждого из них. По его словам, сейчас он обязан рассмотреть представление правоохранителей по избранию меры пресечения по уголовным делам и отложить гражданские производства. В Северодонецком суде есть 14 посадок. На сегодняшний день работают 6 судей, которые рассматривают правоохранителей, которые раньше рассматривали 3 судей в Луганском районе. Напомним, что 16 февраля на сессии Северодонецкого городского совета депутаты отстранили от должности городского головы Валентина Казакова. Он посчитал такие действия незаконными и 18 февраля подал иск в городской суд с требованием отменить решение сессии Горсовета о досрочном прекращении его полномочий. Сватовчанин Евгений Дзюба презентовал землякам документальный фильм из серии «УПА глазами жителей Востока». Он называется «Волынь. 5 мая 1943 года». Автор идеи и режиссер фильма убежден, что жителям Востока Украины необходимо рассказывать истинную историю и тем самым развеять многочисленные мифы об украинской повстанческой армии. В истории УПА есть много фактов, которые актуальны и сегодня. Побывали на презентации фильма и наши корреспонденты. Второй фильм из цикла рассказов об истории УПА сватовчане снимали на Волыне. В его основе один из фактов Второй мировой. О том, как повстанческая армия уничтожила личного друга Адольфа Гитлера, обергруппенфюрера СС Виктора Люце. И подобных фактов, говорит режиссер фильма, немало. Поэтому работа продолжается. На презентацию фильма в Сватовскую районную библиотеку пришли сватовские активисты. Просветяне, бойцы вооруженных сил и школьники. Были и гости из Львова. Необычно, говорят, они видят такие фильмы именно в этом регионе. Поднимать темы украинской и патланской армии на Сходе – это очень важный, мне кажется. И особенно поднимать их в том контексте, что УПА боролись не только против радянской армии, но и против немецкой армии, против кольской армии. Это была, правда, военная подруга, которая была на идее, в методе отримать украинскую независимость. Основной вывод после просмотра фильма «Волынь. 5 мая 1943 года» таков. Проект сватовчанина Евгения Дзюбы очень важен. В первую очередь для восстановления исторической правды. Он выяснил такие факты, которые раньше были, грубо говоря, замылены. То, что они не выяснили широкому загалу. А вот Евгений Дзюба, он нам как бы открывает очень. У автора двух фильмов об истории УПА уже снят материал для новых лент. Кроме этого, они получили приглашение в несколько областных центров на кинопоказы. Екатерина Гордеева, Юлия Щербак, Пудия. 12 школьных команд Белокуракинского района приняли участие в ежегодном баскетбольном турнире. За право быть первыми состязались около 100 школьников, юношей и девушки. Умение играть слажено и результативно. Каждая команда должна была продемонстрировать в течение двух-десяти минуток. А потому соперники были агрессивны как в защите, так и в нападении. И в результате среди девушек лучшими стали баскетболистки с Шапарской и Белокуракинской школы номер два, а среди юношей – команды Алексеевской и Белокуракинской школы номер два. Им вручили грамоты и кубки турнира. Мне очень нравится баскетбол, потому что это очень хороший спорт. И в продолжении выпуска новости зарубежья в России предложили вернуть Крым Украине. Об этом заявил лидер российской оппозиционной партии «Парнас» Михаил Касьянов, пишет сегодня. Политик говорит, что законная принадлежность полуострова должна быть восстановлена, и если он придет к власти, готов вернуть Крым Украине. Михаил Касьянов заявил, что захват России и Крыма был незаконным, это была аннексия. Политик также считает, что сможет за один день закончить войну на востоке Украины. При этом говорит, что сменить власти в Российской Федерации можно только в ходе трех выборов. В Госдуму осенью 2016-го, региональных выборов в 2017-м и президентских в 2018-м году. И в завершении выпуска о погоде на 3 марта. В Луганской области облачно, ночью и утром без осадков, местами туман. Днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-8 градусов тепла, днем плюс 10-15 градусов. В Северодонецке температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днем плюс 12-14 градусов. В Луганске температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днем плюс 13-15 градусов. На этом все. Самая свежая информация о событиях в Луганской области на сайте Loto.jua и в новостях Радио Пульс. Обязательно встретимся на нашем канале. Я желаю вам только хороших новостей. Субтитры подогнал «Симон»!